Вышли за рамки, получите штраф. Проверка стройплощадок в Самаре показала, треть из них занимают площадь большую, нежели указанную в разрешении на строительство. Зачастую недобросовестные застройщики платят аренду только за те квадратные метры, на которых будет возведено здание. А территории под технику и проведение работ огораживают под шумок самозахватом. За строительным забором могут оказаться и тротуары, газон и даже проезжая часть. Сейчас в городском департаменте градостроительства собирают информацию по каждому участку. Какая территория используется незаконно и сколько времени. Можно было бы уже после определения данной информации осуществить расчет неосновательного обогащения и впоследствии обратиться в суд. По итогам проверки глава города поручает сделать статистику, в каком районе выявлено больше всего нарушений. Факты незаконного использования земли, отмечает Олег Фурсов, это следствие слабого контроля со стороны как департамента градостроительства, так и районных властей. Когда сформулируете все, сформируете, я думаю, надо до судебного порядка предложить возместить, я так понимаю, да, возместить незаконно полученную прибыль и восстановить границы в пределах ранее отведенной. Если это невозможно, значит, найти надо форму с тем, чтобы узаконить использование этой земли, но это, конечно, крайний вариант, и внести изменения в договор об аренде участка земли. То есть этот вопрос должен быть до конца доведен. Навести порядок в строительной сфере как можно быстрее – одна из главных задач, отмечает глава города. На две организации Росреестр уже наложил штраф за самовольный выход за границы. Остальные – только вопрос времени. Марина Матвеевич, Алексей Золотенков. События.